Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую простую шапочку с достаточно простым узором, который подойдет как для мальчика, так и для девочки. Вязала я шапочку для мальчика 8 лет с обхватом головы 53 см. При этом шапочку можно носить двумя способами. Это как классическая шапочка с отворотом, по желанию можно добавить помпончик, так и шапочка с отворотом на затылочной части и носится она как шапочка двинни. Также можно добавить помпон, по желанию, как вы видите на фотографии, можно помпончик не добавлять. В комплект шапочки я связала с нут английской резинкой. На шапочку у меня ушло почти моточек, на весь комплект ушло чуть больше полутора моточка. Конечно же, кому понравилось, лайкайте и приступаем к лязанию. Вязать я буду пряжей испанского производителя фирмы Valencia серия называется Lavanda. Здесь в 100 граммах 220 метров и в состав входит 43% полированной шерсти, 7% ангоры и 50% акрила. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на Кудесницу я оставлю ниже под этим видео. Далее нам понадобится два номера спиц. Это может быть чулочные, либо круговые, на каких вам удобнее вязать. Это номер 3 для вязания резиночки и номер 3,5 для основного рисунка. Также нам понадобятся ножнички, крючок, один маркер, либо булавочка. И можете воспользоваться спицей для перекрещивания жгутов. Можете использовать чулочную спицу меньшего размера, которой будете вязать резиночку. Перед тем, как приступить к вязанию, я всегда рекомендую связать небольшие образцы резиночкой, которой будете оформлять шапочку, и основным узорчиком. Я буду оформлять резиночкой 1х1, как вы видите. Но, в принципе, можно оформить и 2х2. Тогда вам проще будет перейти на основной узорчик. Я люблю, чтобы была резиночка постянутее. Поэтому буду оформлять более, скажем, стрейчевой резиночкой. Это 1х1, которая лучше держит форму. И, исходя из ранее связанных образцов, я определила, что для данной окружности мне нужно набрать 96 петель. В принципе, 96 отлично делится и на 2, то есть раппорт резиночки 1х1, и на 4 раппорт резиночки 2х2. Поэтому, набрав 96 петель, я провязала нужную ширину от ворота для шапочки. Она у меня составляет 6 см и вместилась 18 рядочков. То есть, замкнув круг наши 96 петель, я провязала 18 рядочков. Я думаю, что здесь сложного ничего нет. В предыдущих видео есть более, чем достаточно записанных, как я замыкаю круг вязания, как я вяжу резиночку 1х1. Для тех, кто не знает, можете посмотреть отдельное видео по резиночке 1х1, как ее вязать. И затем сделала я на линии от ворота, для того, чтобы он хорошо и плотно держался, смещение на 1 петлю. То есть, у меня раппорт резиночки 1х1 сменился наоборот стал. В шахматном порядке над лицевой петлей изнаночная, а над изнаночной лицевая. И так и продолжаем вязать изнаночная лицевая со смещением. И затем уже по сформированному узорчику 19 ряда со смещением я продолжила вязание. Вторая линия от ворота должна быть немножечко уже, чем первая. То есть, основная у меня линия по ширине составляет 6 см, вторая минус пару сантиметров должна быть, для того, чтобы узор как бы выходил из-за отворотика. То есть, чтобы не видно было вот этого перехода с резиночки на основной узор. Мы его спрячем под отворотик. Для этого я провязала всего 12 рядочков, то есть, минус 6 рядочков от основной ширины. И теперь я буду менять спицы на размер побольше. И, соответственно, хочу немножечко расширить не только благодаря спицам большего размера, так как они немножечко у меня буквально на полразмера шире, чем спицы для резиночки. Но я хочу еще расширить на пару рапортов. То есть, увеличить количество изначально петелек на 8. Если мы 96 поделим на 8, то равномерно мы по окружности должны добавлять из каждой 12 петли 13-ю вывязывать. Меняем спицы на размер побольше. И теперь продолжаем вывязывать резиночку 1х1, но при этом из каждой 12 петли, по счету, провязывая по рисунку, мы будем добавлять 1 петлю. Итак, первая у нас начинается с изнаночной петли. Так я вяжу над изнаночной и изнаночной. Над лицевой, следующей вяжу лицевую. Это 2 петли. Далее, изнаночная лицевая. Это 4 петли. Изнаночная лицевая. Это 6 петель. Изнаночная лицевая. Это 8 петель. Изнаночная лицевая. Это 10 петель. Изнаночная. Это 11. И из 12 петли на ряд ниже лицевой петли спускаемся. Вяжем 1 петлю и лицевую над лицевой. Это 12-я петля. Из нее мы вывязали 12-ю и 13-ю. Далее повторяем. Изнаночная лицевая 2 петли, изнаночная лицевая 4, изнаночная лицевая 6, изнаночная лицевая 8, изнаночная лицевая 10, изнаночная. И на ряд ниже спускаемся, из лицевой вывязываем лицевую и лицевую над лицевой. Это 12 петля, из которой мы сделали прибавление 13 петли. Далее повторяем. Изнаночная лицевая 2 петли, изнаночная лицевая 4 петли, изнаночная лицевая 6 петель, изнаночная лицевая 8, изнаночная лицевая 10, изнаночная 11. Из 12 петли на ряд ниже мы вяжем 1 петлю и из основной петли вяжем 2 петлю. Снова повторяем. Изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2 пара, изнаночная лицевая 3 пара, изнаночная лицевая 4 пара, изнаночная лицевая 5 пара, изнаночная. а из лицевой вывязываем из 12 петли на ряд ниже петелечку и лицевую вяжем над лицевой. Снова изнаночная лицевая раз, пара, изнаночная лицевая второй раз, изнаночная лицевая третий раз, изнаночная лицевая четвертый раз, изнаночная лицевая третий раз, изнаночная, а из лицевой петли на ряд ниже, из 12 петли вывязываем лицевую раз и из лицевой верхней петельки основной в ряду вторую петельку, то есть вторую лицевую. И вот так я буду продолжать чередовать, меняя спицы на размер побольше до самого конца, вывязывая из каждой вот этой 12 петли на ряд ниже 12 петлю и затем из основной петли получается вывязывая 13. Так у нас добавится 8 петель равномерно по окружности. Хотите, можете добавить больше, меньше, это уже зависит от вашего размера спиц и нужной вам окружности головы. Добавили петельки и из последней петли у вас должно вывязаться последнее прибавление в ряду, если вы делаете все точно так же, как и я. И теперь сейчас мы переходим со следующего ряда на чередование резиночки как бы 2х2, то есть мы будем чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные, переходить на основной узор. Итак, вяжем 2 лицевые, независимо от петель, которые были в предыдущих рядах, дальше 2 изнаночные. Это и есть наш раппорт узора. 2 лицевые и 2 изнаночные петли. И дальше продолжаем 2 лицевые вязать, 2 изнаночные. 2 лицевые и 2 изнаночные. Желательно всегда отмечайте в начале вязания, я не сказала, это начало ряда, для того, чтобы вы по маркеру или булавочке ориентировались, где вам нужно закончить. Потому что ряды будут достаточно похожи друг на друга, поэтому, чтобы не запутаться, нужно все-таки отметить начало ряда. Итак, продолжаем чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные до конца ряда. Итак, мы связали с вами первый ряд распределив петельки на раппорт узора. Это чередование 2 лицевые и 2 изнаночные, очень похоже на резиночку 2х2. И второй ряд после распределения петелек мы провяжем по рисунку. То есть точно так же продолжаем второй ряд чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные. Причем обратите внимание, что изнаночные лучше вязать за дальние стеночки, для того, чтобы красиво и равномерно ложились петли узора. И третий ряд мы повторим точно так же, как и второй, провяжем по рисунку. Над 2 лицевыми 2 лицевые, над 2 изнаночными 2 изнаночные. 4 и 5 все так же продолжаем вязать резиночку 2х2. 2 лицевые чередовать и 2 изнаночные. Дорезали до конца пятый ряд и сейчас мы четко видим такие вот столбики из двух лицевых и между ними 2 изнаночные. Вот эти столбики мы будем менять сейчас местами. То есть в шестом ряду мы начинаем делать перекрещивание. Для этого сейчас я вам предлагаю с последней петли предыдущего ряда начать, либо же просто ее в конце потом будете добавлять. Но я всегда начинаю почему-то вот с конца. Вот сейчас я приспускаю непровязанной петлей последнюю петлю к первой. То есть вот так, как бы возвращаю эту петельку. Далее беру снова непровязанные 2 первые петли, теперь уже изнаночную лицевую. За работой завожу левой спицей и снимаю сначала изнаночную, а затем перед ней ставлю вот эту лицевую. Теперь провязываю лицевую над лицевой и далее изнаночную над изнаночной. И запомните, что всегда мы лицевую вяжем над лицевой, изнаночную над изнаночной. Это самое главное. Теперь далее у нас идет лицевая и изнаночная. Мы снимаем лицевую и изнаночную непровязанные. Далее одеваем сначала перед работой лицевую, за работой подтягиваем изнаночную. Она у меня немножечко приспустилась, будьте осторожны, чтобы не спускались у вас петли. И эту изнаночную ставим теперь уже за работой, вперед, перед лицевой. И провязываем визу изнаночной. Снова опять-таки изнаночная над изнаночной. Далее лицевая над лицевой. Доделали перекрещивание до конца 6 ряда. И теперь с 6 ряда, то есть 7, 8, 9, 10 и 11 ряд, нам нужно провязать точно так же по рисуночку, как линии петли. То есть у нас теперь уже первая одна лицевая, которую мы перенесли, как бы получается, с конца. И теперь идет лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так и вяжем по рисуночку. Так нам нужно связать 5 рядочков. Еще раз повторюсь, до 11 ряда в 12 ряду мы с вами снова сделаем ряд с перекрещиваниями. 11 ряд довязан. И сейчас в 12 ряду мы будем возвращать на место наши лицевые петельки, совмещая. То есть сейчас мы, получается, меняем местами лицевую с изнаночной. Лицевую перед работой переносим, изнаночную за работой переносим на место лицевой. И снова изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Поменяли местами изнаночную с лицевой. Теперь в пару к лицевой мы должны перенести вот эту лицевую. Поэтому меняем местами изнаночную и лицевую. Изнаночную за работой отправляем. Лицевую переносим перед работой. И снова лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И так у нас будет как бы замыкаться наше вязание, как было ранее. То есть 2 лицевые, над ними стали 2 изнаночные. А теперь снова 2 лицевые. То есть как бы вот эта наша ячеечка закрывается. Вот теперь снова в пару к изнаночной мы добавляем вторую изнаночную с помощью перекрещивания. Лицевую изнаночную снимаем, лицевую перед работой отправляем дальше. Изнаночную за работой отправляем вперед поближе. И снова изнаночная над изнаночной, которую только что подвинули. И лицевая над лицевой. И таким образом у нас совместились 2 изнаночные. И снова у нас, как вы видите, 2 лицевые разошлись и между ними теперь 2 изнаночные. То есть вот как было, скажем, вот в этих промежутках. То есть из 2 лицевых у нас пошло расхождение в разные стороны. И стали 2 изнаночные по центру. Точно так же и здесь. 2 лицевые расходятся 2 изнаночные по центру. Теперь в пару к лицевой нам нужно перенести лицевую с другой стороны. Для этого изнаночную за работой отправляем. Лицевую перед работой поправляем. И провязываем лицевую над лицевой, изнаночную над изнаночной. И снова 2 лицевые совместились. А теперь между вот этими двумя лицевыми одна изнаночная. Нам нужно добавить ей пару. Поэтому лицевую с изнаночной меняем местами. Лицевую перед работой, изнаночную за работой поправляем. И вяжем изнаночную над изнаночной, лицевую над лицевой. И у нас получается так и продолжается чередование. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас ко второй лицевой, вот этой, мы добавим пару. Поэтому сейчас лицевую переносим перед работой. И добавляем пару лицевой. Довязываем изнаночную. И теперь к изнаночной добавляем пару. Лицевую, изнаночные мы перекрещиваем. Сначала снова точно так же делаем наклон вправо. Затем наклон, как сейчас мы делаем влево. Изнаночная провязываем к паре первой изнаночной. И теперь к лицевой нужно нам вторую пару подвинуть сюда же. То есть точно так же все у нас происходит, как мы делали в предыдущем ряду перекрещивания. То есть в шестом вот этом ряду по счету от начала вязания. И вот эти 12 рядочков у нас так и будут повторяться. Но принцип перекрещивания в каждом ряду перекрещивания, в каждом шестом ряду. В шестом, в двенадцатом, в восемнадцатом будет одинаков. То есть нам нужно совмещать то две лицевые, то две изнаночные. То две лицевые, то две изнаночные. Сейчас мы 12 ряд довяжем до конца. Затем 5 рядочков. Это 13, 14, 15, 16, 17 мы провяжем по рисунку. Две лицевые, две изнаночные. Чередуя, как у нас сейчас лягут петельки. Затем в восемнадцатом ряду мы повторим, как провязывали с шестой. Все точно так же. Последнюю с первой перекрестили. И далее просто добавляете пару. Каждые две петли нам нужно будет точно так же перекрещивать, как перекрещивали в шестом ряду. А затем снова в восемнадцатом сделаете перекрещивание. Девятнадцатый, двадцатый, 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 третий. Вяжем по рисунку. Чередуя две лицевые, две изнаночные, как ложатся петельки. А затем в двадцать четвертом ряду мы повторим двенадцатый. То есть вот эти двенадцать рядочков, главное понять принцип. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Вот главное начать ряд. Либо расширение двух лицевых он начинается, либо сужение. То есть вы там уже смотрите по рисунку. Я думаю, что для вязальщиц, которые хотя бы пару раз держали руки, скажем так, в спицах или спицы в руках, то в принципе ничего сложного не должно быть. Просто делаем вот такие вот замены. Главное смотрите, чтобы у нас как ложатся петли, так и они ложились. То есть у нас изнаночные, как вы видите, всегда остаются за работой. При перекрещивании, неважно, либо мы за работой снимаем, перекрещиваем, либо лицевые просто перед работой, а изнаночные снова за работой. То есть обратите внимание, что всегда лицевые, а не спереди. То есть они ложатся поверх изнаночных петель. Всегда. И с изнаночной стороны у нас получается тоже аккуратное достаточно перекрещивание, которое точно так же ложатся ячейками. Этот узор двусторонний, красивый. Вот мы будем вязать на протяжении всей высоты шапочки. А затем будем делать убавление для макушки. Если вы сейчас сделаете отворотик по линии изгиба, где мы меняли резиночку, то у нас получается уже как бы из-под отворота выходит вот он наш узорчик. То есть красивое перекрещивание. Вот здесь добавление петелек скрылись под отворотом. И у нас идет уже непосредственно сам узорчик шапочки. А затем мы его закруглим на макушке, связав полностью всю высоту шапочки. Сейчас мы провязали после отворотика линии изгиба. Я уже сделала отворотик 16,5 см. И вместилось у меня практически 3 рапорта. То есть я сейчас нахожусь в третьем рапорте, в конце, где буду делать ряд с перекрещиваниями. И сейчас мы, смотрите, будем делать перекрещивания. То мы перекручивали сначала изнаночную лицевую, здесь лицевую и изнаночную. То мы будем делать перекрещивания сразу, а затем их провязывать. Так нам удобнее будет делать закрытие для макушки. Я возвращаю изнаночную петлю с конца ряда и перекрещиваю с лицевой петлей. То есть изнаночную за работой похватываю, лицевую перед работой. Это первое перекрещивание мы сделали. Пересняли непровязанными на рабочую спицу. Далее перекрещиваем изнаночную и лицевую следующую. Лицевую перед работой забираем, изнаночную за работой подтягиваем. То есть возвращаем вот эти перекрещенные первую пару. У нас получается, что мы перекрестили, но ничего не провязали. И теперь у нас первая лицевая, далее две изнаночные и лицевая. Пока это плохо видно, но если вы перекрестите, уже будет хорошо, очень видно. И теперь лицевую вяжем над лицевой. Далее у нас идут две изнаночные. Мы вяжем их вместе, две изнаночные, одной. Вот так. И довязываем одну лицевую с другой стороны. То есть мы убавляем одну изнаночную между расширением из лицевых петель. Теперь снова. Сначала перекрестим, а затем уже будем сокращать. Изнаночную и лицевую переснимаем. Изнаночную сначала за работой забираем лицевую, ставим перед работой. Перекрестили и сняли непровязанными на рабочую спицу. Далее лицевая и изнаночная. Лицевую забираем перед работой. Изнаночную подтягиваем за работой. И возвращаем вот эти две перекрещенные первую пару петель. Лицевую вяжем над лицевой. Далее две изнаночные вяжем вместе одной изнаночной. И лицевую довязываем с другой стороны. И у нас снова получилось, что между двумя лицевыми всего лишь одна изнаночная. Мы делаем перекрещивание и сокращаем по одной петельке изнаночной между лицевыми. Снова перекрещиваем две пары. Изнаночная и лицевая. Изнаночную забираем за работу. Лицевую ставим перед работой. Эту пару переснимаем непровязанными на рабочую спицу. Далее делаем второе перекрещивание. Лицевую забираем перед работой. Изнаночную подтягиваем за работой. И возвращаем две перекрещенные непровязанные петельки с рабочей спицы. Лицевую вяжем над лицевой. Над двумя изнаночными вяжем одну изнаночную. Сокращая одну петельку по центру. И с другой стороны довязываем также лицевую. Вот таким вот образом я буду вязать до конца ряда. И теперь в рапорте узора у нас сократилась одна изнаночная петля. И получается всего лишь чередование лицевая-изнаночная-лицевая. Лицевая-изнаночная-лицевая. И так далее. Довязав до конца ряда убавления. Сейчас мы приступаем к вязанию просто по рисунку провязывания рядочков. Как мы с вами вязали после ряда перекрещивания. Это тот же получился у нас ряд перекрещивания. Но мы параллельно сделали первый ряд убавления для макушки. А сейчас просто вот этот, скажем, этап, где мы вязали по рисунку. Сейчас у нас по рисунку лицевая-изнаночная-лицевая, лицевая-изнаночная-лицевая. Вот так и вяжем. Провязали привычные нам 5 рядочков по рисунку. И теперь в шестом ряду это снова ряд с перекрещиваниями. Поэтому сейчас у нас идет первая лицевая, вторая изнаночная. Меняем их местами. Снимаем непровязанные. Лицевую перед работой переносим на место второй, а изнаночную на место первой. Далее провязываем изнаночную над изнаночной. А следующие 2 петли у нас идут лицевые. Мы ничего не меняем, а просто их провязываем вместе одной лицевой. Вот так. Далее снова у нас идет лицевая и изнаночная. Мы меняем их местами. Лицевую перед работой переносим на место второй, а вторую на место первой. И изнаночную вяжем над изнаночной. Следующие у нас 2 лицевые. Мы вяжем вместе их одной лицевой. Далее снова лицевая и изнаночная меняем местами. Лицевую вперед. Изнаночную на место первой. Изнаночную над изнаночной. Далее идут 3 лицевые. мы две первые провязываем вместе одной лицевой. Снова лицевая и изнаночная меняем местами. Лицевую перед работой, изнаночную за работой. Изнаночную вяжем над изнаночной. А далее две вместе лицевые вяжем одной лицевой. То есть у нас получается сейчас от начала ряда чередование изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и так далее. Только у нас получается из двух лицевых уже вывязана одна изнаночная. Вот так продолжаем до конца ряда. Меняем местами там, где лицевая и изнаночная. Изнаночную перед работой ставим. И вот так вот за работой вперед ставим и вяжем изнаночной. Далее лицевую следующую провязываем, которую поменяли с изнаночной, 2 вместе одной лицевой со следующей лицевой. Далее снова поменяли местами лицевую перед работой, изнаночную вперед за работой, изнаночную над изнаночной, а далее сразу же делаем убавление. Это 2 лицевые вместе одной лицевой. Довязали до конца ряд с перекрещиваниями и убавлениями. И теперь у нас всего лишь осталось из рапорта 4 петель 2 петли изнаночная и лицевая. Ряд у нас должен закончиться убавлением, чтобы с начала ряда у нас была первая петля изнаночная. Тогда все связали правильно. Теперь следующий ряд я предлагаю вам провязать просто по рисуночку. Чередовать то лицевая, то изнаночная петля. Ну, точнее, то изнаночная, то лицевая, потому что ряд у нас начинается с изнаночной. Но в целом просто провязать по рисуночку, то есть как бы закрепить наши убавления в предыдущем ряду. Я буду так чередовать до конца этого ряда изнаночная и лицевая петля. Довязали ряд до конца просто по рисуночку и сейчас посчитаем, что мы с вами связали. Первый ряд был это перекрещивание. Далее мы связали по рисуночку 5 рядочков. Снова сделали перекрещивание. Это 7 рядочков макушки. И сейчас мы провязали 8 ряд по рисуночку лицевая и изнаночная чередуя. Вот, то есть сейчас мы находимся с вами в 9 ряду макушки, где уберем полностью все изнаночные петельки и связание. То есть сейчас у нас идет изнаночная лицевая петля. Для удобства я буду изнаночную поворачивать дальней стеночкой вперед, для того, чтобы ложились аккуратнее петельки. И провязываю, заводя за лицевую петлю, вместе одной лицевой, изнаночную и лицевую петлю. Снова идет изнаночная лицевая, дальней стеночкой вперед. И вместе с лицевой провязываем одной лицевой. Снова дальнюю стеночку вперед и вместе с лицевой провязываем одной лицевой. Изнаночную поворачиваю, а затем завожу за лицевую и вместе изнаночную лицевую провязываю лицевой. Так у нас получается, что мы убираем полностью из вязания все изнаночные петли. И у нас сейчас остается всего лишь лицевые петли. Довязали до конца ряд, убавили все изнаночные петли и теперь ряд просто провяжем лицевыми петлями. Все поочередно просто лицевыми петельками. И провязав в итоге ряд по рисунку, у нас получилось вот такое отверстие на макушке. В принципе, количество петель, которое осталось, можно стянуть и получится вот такая макушка. Но я люблю, чтобы она была менее стянутая, поэтому я сейчас предлагаю вам связать еще один ряд убавления, провязывая каждые две петли попарно одной лицевой. То есть, заводите за вторую и вместе с первой петлей вяжете одной лицевой. Далее третью и четвертую вместе парно одной лицевой провязываем, пятую, шестую и так далее. Таким образом, у нас количество петель уменьшится в два раза. И лишь тогда мы, провязав еще один ряд лицевыми петлями, опять же таки, для того, чтобы была не стянутая макушечка, уже соберем все петельки на одну. Довязали до конца ряд с убавлениями и ряд просто лицевыми петельками оставшиеся петли. Сейчас у нас количество петель должно равняться тому числу рапортов, которые вы набирали изначально. И теперь берем два способа, которыми мы стянем сейчас макушку. Это первый способ. Иголочка. Отрезаете ниточку, вдеваете ниточку в иголочку и стягиваете все петельки на иголочку. Либо же крючок. Все то же самое. В принципе, пожалуй, сейчас такое, скажем, маленькое отверстие, которое проще, скорее всего, нанизать на ниточку. То есть я сейчас отрезаю ниточку, вдеваю в иголочку и начинаю собирать петли на иголочку. Петельки мы нанизываем по часовой стрелке, то есть точно так же по спирали, как и вязали. Начинаем с первой петли, затем вторая, третья и так далее. То есть все петельки поочередно переносим на иголочку. Вот так. Раз. И с другой стороны подтягиваем спицу, донанизываем вторую часть. Я люблю, честно говоря, шапочки вязать на чулочных спицах. Здесь я использовала круговые с коротенькой лесочкой или тросиком. Вот. Когда на чулочных спицах вяжете, гораздо все проще и, как на мой взгляд, аккуратнее получается. В итоге мы нанизали все петельки. Вот у нас начальная, получается, ниточка, с которой мы начинали нанизывать петельки. Вот так вот все подтягиваем хорошо. Я затягиваю все петельки на иголочку. Не обращайте внимания пока на дырочку, я не зафиксировала ниточку. То есть вот она наша достаточно аккуратненькая макушечка получается. В итоге мы сделали переход с нашего рисунка. Я пока ниточку вытащу на изнаночную сторону. Я ее буду фиксировать на изнаночной стороне. И вытаскиваю иголочку с ниточки. Мне она пока не нужна. Вот он у нас шел рисуночек. И плавно перешел в макушечку. Макушечка, когда зафиксируется, будет достаточно здесь все стянуто. Аккуратненько пока здесь дырочка. По желанию здесь можно прикрепить помпончик. Вот я вот так вот принатяну ниточку. Вот. По желанию можно прикрепить помпончик. Можно его не прикреплять. То есть можно более удлиненную шапочку сделать. Тогда она получится по типу шапочки Бини. Вот. В принципе здесь уже вы смотрите на свою фантазию. И как вам больше нравится. Сейчас шапочку обрабатываете тепловой обработочкой. Или стираете. Или отдаете паром. И даете шапочке высохнуть. Затем одеваете и носите. Я надеюсь, что у вас все получилось. Понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Ровных петель. Пока-пока. Пока-пока.